Что через год, допустим, мы встретимся в этой студии, вы можете назвать три параметра, которые вы гарантируете будут достигнуты для простых украинцев. Именно три параметра, потому что говорить о ПВП это все правильно. Окей, в следующем году, по идее, люди должны почувствовать то улучшение, которое началось в 2016, о котором мы говорим. Давайте так, по чем вы готовы подписаться через год? Вопрос понятен, спасибо. Это то, что я говорю, я звук выполнять. И тут можно сказать про те кроки, которые сделал уряд. Я обещал, что мы поднимем минимальную заработную плату. Я это выполнил. И я считаю, что это был абсолютно правильный крок по отношению к украинским гражданам. Вот это реальный ВВП, реальное его возрастание, реальная конвертация в реальные заработные платы. 4,5 миллиона, больше 4 миллионов, разные цифры и уточненные. Больше 4 миллионов граждан уже на сегодняшний день отримали подвищенную заработную плату. Это означает, что это был крок по отношению как раз до простых украинцев. Вы спросили меня за предприятие, я буду очень и очень конкретным. Подприятия, которые находятся на территории Украины. А Донбасс это Украина. Они належат Украине, заарестированы в Украине и сплачивают податки в Украине. Потому что это наши подприятия. Никто не спорит с тем, что это наши предприятия. Как мы дотянемся до сепаратистов, как мы дотянемся до тех людей и как мы это все сделаем. Вы задаете надзвичайно-надзвичайно сложные вопросы, над которыми сегодня работает весь мир. Каким образом агрессора заставить повернуться в межи своих кордоней. Это вопрос достаточно глобальное, геополитическое и глобальное безопасность в мире. Потому что враг захотел. Еще недавно они были нашими соседями и говорили, что они наши друзья. Сейчас они стали нашими врагами, потому что они на нас напали. Они пытаются уничтожить нас. Как изнутри, так и из середины. Поэтому я говорю про то, что то, что происходит с блокадой, это в интересах Российской Федерации. Я могу привести это к примеру, не своих слов, а, например, заступник генерального директора Криворежсталя. Они 25% вугиля купили украинского, за украинскую гривню. Сейчас у них есть только два варианта купить это вугиле. Або в США, что долго и дороже, або в Российской Федерации. То есть, мова идет о том, что наши вугилля украинские, которые закупились за гривню и из которого платились податки в Украине, нужно заборонить, а купить в России. Это диверсия против нашей страны. Теперь что я готов и пообещать? Это в вороге тех, кто блокирует. Теперь что я готов и пообещать? Я готов и пообещать наступник. Я знаю, что сейчас ведутся разговоры, что уряд может пить в отставку. Я про это знаю. И я знаю, почему так люди говорят. Потому что где-то мы сломали схему Анищенко. Где-то мы начали ремонтировать украинские дороги. Мы продолжили реформу с децентрализации и делаем абсолютно правильные вещи. И вы можете их отчути. Там, где нормальный мер есть на месте, они получили сегодня эти меры 50 миллиардов гривен додатковых ресурсов. Там будет порядок. Там, где мер господарский. Там, где его нет, там будет безлад. Но выборцы должны им дать ему возможность. Вадимир Борисович, может, пора уже тогда ломать и схему с блокадой? Мы поломали схему щодо неконкурентности по вопросам леков. И я таких прикладей могу назвать очень много. Мы подняли МЗП, за что меня там критикуют и так далее. Я могу только сказать один. Доки я премьер-министр страны, я буду поднимать людям заработные платы, я буду развивать национальную экономику, я запропоную украинцам правильную реформу пенсионной системы, я буду делать все для того, чтобы украинцы получили правильным цены леки, а даже их получили безкоштовно. Я буду работать на Украину и на украинцах.